Всем привет! Сегодня мы поговорим про манипуляции. Будем вообще говорить про манипуляции женщин к мужчинам, если так можно выразиться. Я часто раньше вам говорила о том, что манипуляции в Турции это вообще вот такая тема, все этим пользуются, впитывают с молоком матери. Здесь это вообще обычное дело, это обычная история. Манипуляция это часть культуры поведения, и мужчины и женщины к этому прибегают. Ну, конечно, в большей степени женщины, ну, часть культуры, например, если так можно выразиться, то есть вообще обыденная делка. В манипуляциях здесь не видят ничего плохого, зазорного, ужасного, потому что это другая ценность вообще вкладывается в это слово. Это вообще норм и окей. Что вообще такое манипуляция, да? Это когда ты или кто-то, человек, напрямую не говоря, так создает ситуацию, какие-то факторы объединяются, так себя ведет, так говорит, в общем, назовем так, заставляет неосознанно для другого человека, объекта манипуляции, делать так, как ему хочется. То есть жертва манипуляции принимает какие-то действия, поведение, какие-то поступки, ведет себя каким-то таким образом не по своему желанию на самом деле, а по прихоти другого человека. То есть искусство манипуляции в том, чтобы заставить, но не впрямую, да, а как-то изощренно человека сделать то, что ты хочешь против его, своего личного истинного желания. Вышка манипуляции, конечно, это вбить человеку в голову, вбить его в том, что это и есть его истинное желание, а не ваша манипуляция. Есть люди-манипуляторы, но мы сегодня не про них, но чуть-чуть расскажу, да? Это те люди, которые именно, почему их особенность, кто именно манипулирует вообще свою жизнь через манипуляции, ставит, скажем так, поведение свое. И вот он, человек искусственно умеет манипулировать, управлять другими людьми, при этом давая им чувствовать, что это их истинное желание, на самом деле этого хотят. Но это не так. И в первую очередь, по результату таких действий вы можете увидеть, что обслуживаются интересы манипулятора. Если вам интересен вопрос, как понять, жертва я манипуляции, делаю что-то для другого, человек сам этого не понимаю, не осознаю, очень просто. В конце какого-то действия, что произошло, всегда подумайте, где здесь моя выгода? А для меня-то с этого что? А что я с этого имею? А что у нас по результату? Если вы видите, общаясь с каким-то человеком, то, может быть, ваши родственники, ваш супруг, мама, папа, ваши дети, кстати, да, ваши друзья, коллеги, неважно кто, любой человек может быть, да. Если вы видите, что на протяжении долгого общения с этим человеком выгода только ему, ваши интересы не учитываются. Здесь есть вопросы к такой моменте, подумайте о манипуляциях. В Турции это обычное дело. Как вы можете, общаясь с турком, с мужчиной, коснуться этих манипуляций, какой-то можете заметить. Чаще всего распространено что-то, либо женщина манипулирует мужчиной, руководить назовем так им, или родители своими детьми. Привязывают к себе манипуляции чаще всего через здоровье. Здесь даже в нормальном, если ты не хочешь взять трубку с кем-то, это не считается красивым, конечно же, но никто на тебя особо пальцем показывать не будет, потому что так делают практически все и многие. Когда ты, например, не хочешь брать с кого-то трубку, не хочешь куда-то идти, на назначенную встречу и так далее и там подобное, приврать, приукрасить, что ты заболел. Или обмануть, скажем так, что ой, я там в больнице, у тебя дядя, тетя, там проблемы, что все толпой в Турции коллективно семейные идут в больницу и так далее, типа заняты с какой-то, это вообще окей, нормально. Манипуляции здесь вы можете почувствовать через вашего мужчину, молодого человека или уже вашего турецкого мужа, когда родственники к вам напрямую не выходят в общение, вам не предъявляют, не просят что-то, с вами прекрасно, любезно общаются, но воздействуют на вашу половинку, на вашего турецкого избранника. И по сути, он вообще, люди здесь, вы как с трезвым мозгом эти стороны видите, то, кто здесь живет и варится всю жизнь, и манипуляции как правильно не считают и не замечают, они сами в этом варятся, сами это делают и сами подвергаются манипуляциям. Такая пожизненная каша идет. И вы можете видеть, как родители или там сестра или еще кто-нибудь из родственников, близких манипулируют вашим супругом или парнем под благим намерением, на самом деле с выгодой для себя заставляют что-то делать. Это всегда вопросы финансов, помощи, привези-отвези, порешай-сделай, ну обычно оплати что-то. Это вопросы такие базовые, финансовые, что-то с этим связанное. Чем, скажем так, богаче ваш избранник, чем у него больше денег, тем больше у него будет желающих людей в семье поманипулировать, потянуть эти деньги, взять их на себя. Им всегда нужна какая-то помощь, у них всегда какие-то долги, что-то нужно занять, нужно как-то помочь. И им отказать, конечно же, нельзя. Так как в игру входите вы, как иностранка, вас не знают, с вами не знакомы, неизвестно, как вы на что отреагируете, может вы выйдете на открытый конфликт, чего бы они не хотели, если это будет АИП, потому что они всегда в невыгодной ситуации будут, некрасиво будут выглядеть. То есть они провоцируют все равно, да, эту тему. Это вы просто реакцию даете. Вот в такие моменты выходят очень часто в семье проблемы манипуляции родственниками. И девушки спрашивают, что делать, как быть, мои родственники мужа им манипулируют, он делает то, что не хочет сделать. Например, выходные мы хотим вместе провести что-то делать, а он тут бежит сестре помогать, то по письмам, это что-то такое, в общем. Там отвези-привези, там заплати за этого, реши и так далее. Он у них на побегушках. Как я могу на это повлиять? Ну, вы, во-первых, можете выстроить рамки и нормы, границы личные в вашей семье. Например, с мужем поговорить. Дорогой, у нас будет семья, правильно? Ты на мне женился, я тоже сейчас в твоей семье. Мне тоже нужно этого внимания, там, тра-ля-ля-ля. Вот, например, у нас есть, там, не знаю, пятница, суббота, воскресенье. Ну, допустим, в пятницу он работает, он говорит, суббота, воскресенье. Давай, суббота наш день, воскресенье делай, что хочешь со своими родственниками, как вариант. Тут же пойдет уже на уровне выставления границ личных, пойдет сопротивление вашего супруга, он говорит, давай делать все вместе. Они же теперь и твои родственники тоже. Зачем нам отделяться? Ты теперь я, мы с тобой слиплись, такие братья-близнецы с тобой, и ты будешь со мной обслуживать моих родственников. Первым делом он потащит вас обслуживать интересы, так же, как он делает. Здесь ваша задача не поддаться на это, быть хорошей тоже, не надо быть для него хорошей. Не говорите, нет, дорогой, я повторяю, мы выстраиваем границу, да. Я замуж не из твоих родственников выходила, и я хочу, чтобы у нас с тобой личная семья. Я же не с ними, там, условно, спать буду, детей от них рожать, а с тобой. Поэтому у нас с тобой должно быть личное время, какие-то свои, там, секретики, времяпрепровождение, романтика, поход, там, в музей, в ресторан или еще куда, короче, в парк, там, не знаю, на пикник и так далее. Классно, мы в субботу все это с тобой делаем, а в воскресенье, например, вместе едем к твоим родителям, или делаем завтрак с твоими родственниками, что-то такое. Короче говоря, вы всегда должны выделить время для себя. Родственникам, сразу говорю, мне понравится то, что если они увидят, что вы отстаиваете свои личные границы, их, там, брат-сын, племянник, стал меньше внимания, на самом деле, вестись меньше на их манипуляции различные, делать то, что они хотят, на самом деле. Все это раньше было беспрекословно, да, пожалуйста, я всегда рад, а теперь у него, ну, у меня жена, а у нас планы. Вот это чаще будет возникать, естественно, будет недовольство. Опять же, совете к вам в этот момент, не боимся быть нелюбимой, непризнанной, и вы не для этого замуж выходили, наплевать, что они будут думать о вас. В первую очередь, в приоритете для вас ваши интересы, не забывайте, пожалуйста, об этом. Если вам это не нравится, то их проблемы, пусть сами как-то свои проблемы и решают, вас не касается. Ваша задача — выстроить контакт, общение со своим супругом, своим мужем. Вы всегда должны гнуть линию того, что у нас с тобой семья, мы с тобой как бы любим друг друга, особнячком от них. Я их тоже люблю, мы тоже с ними в клане, я их не отвергаю. Вот первично мы с тобой, а потом всё остальное. Это будет долгая история, сразу говорю. Не парочку раз мы сказали, и муж такой, ну да, конечно, я, пожалуй, поменяю своё поведение, отношение. Окей, всю жизнь жил, а тут такой раз за два разговора, пожалуй, я изменись. Нет. Готовьтесь к тому, что оставить свою вот эту границу, чтобы вашим мужем и вами, в том числе, не манипулировали родственниками, придётся месяцами, может быть, годами. Но это долгий срок, а-ля, ну да, будем условно брать, ну год. Года, кстати, довольно-таки достаточно такой, если будете хорошо стоять на своей позиции, не отступать, не пропускать вот эти моменты, где надо своё я сказать и очертить, что это наша с тобой семья. Вот своего года хватит, получится. Предупреждаю сразу, если будет огромное сопротивление, то ваш супруг, а-ля, может закинуть фразочку, что ты меня заставляешь выбрать между семьёй и тобой. Это, знаете, не отвечайте никогда прямо на такие запросы вообще в любых отношениях, не только с турками, а вообще, но с турками особенно. Это провокация конкретно на скандал и конфликт. Когда такое говорит турок, он уже чётко знает, что будет выбирать свою семью. Если ты ответишь, что да, я давай, пожалуй, выбор делай. Он уже это спрашивает, чётко зная ответ, кого и чего он выберет. Это тоже манипуляция, кстати, для вас. Услышать от вас то, что он хочет услышать на самом деле, элемент манипуляции. Не ведёмся, не реагируем, отвечаем по-хитрому, немножко по-другому. Ты что, как ты можешь ставить так вопрос? Я заставляю тебя выбрать между мной и родственниками? Никогда. Между нами не нужно выбирать. Ты с ними давно знаком, ты их всю жизнь знаешь, ты их любишь, твоя семья. Просто теперь у тебя есть ещё одна семья, я. И тебе придётся, тебе разделяться внутри себя, делить время на свою семью и на меня. Ты выбор этот уже сделал, например, с тобой в браке расписались, там и так далее, там уже есть дети. Это не я тебя заставляю сделать категоричный выбор, выбери меня или родственников. Это тебе, мой дорогой, внутри в себе, не разделяясь, не разрываясь со мной связь, придётся находить время для всего. Ты же сделал уже, то есть это уже в прошлом, ты сделал выбор, сейчас выбора никакого нет. Я люблю твоих родственников, никогда не против них, ты что, ты что, ничего делить не надо. Это ты там уже находил у себя внутри в своей голове ресурсы, как ты это будешь сделать, делить время между нами и так далее. Вот такой ответ, максимально нейтральный, безболезненный и с отстаиванием всё равно своей позиции. Вы в итоге получаете то, что вы хотите. Как не вестись на провокации и манипуляции со стороны родственников, всё не выходит напрямую, вам как-то там что-то говорят, или вас тоже пытаются заставить делать то, что вы не хотите. Любые манипуляции, нападки, это подвигание личных границ. Всегда держите в голове, я должна чётко знать, чего я хочу, свои желания, в каких границах это всё должно происходить, мои желания. И второй шаг просто отстаивать свои личные границы. Всё. Я не должна и не обязана делать то, чего я не хочу. Если мой муж хочет это делать, подвергаться манипуляцию, шантажу и так далее, пусть бежит, пусть делает, я не включаюсь. Если ему некомфортно со мной в союзе и бегать, обслуживать своих родственников, вот он внутри для себя решает этот вопрос, он как-то там внутри себя делит это время, уделяет мне внимание и им, я не должна оттуда подключиться, это не моя вообще забота, это его взаимосвязь с родителями. Если ему некомфортно со временем, он почувствует усталость, напряжённость, он чаще начнёт отказывать своим родственникам. И если он начнёт оказывать так же вам, вы всегда можете где-то ухватиться, поднадавить на него и сказать, нет, дружок, мы как бы вот так начинали, у нас там, не знаю, молодая семья и так далее, условия были такие. Так что, в общем, вот этот вопрос как-то всплывёт. А главное отстаивать свою границу, не поддаваться и вместе с мужем не бежать, не обслуживать его родственников. Если вам напрямую выходят его родственники и говорят, а чё ж ты там вместе со своим мужем к нам-то не приедешь, и вот там, не знаю, что-то там не сделаешь, что нам нужно, не обслуживаешь наши интересы. Спасибо за приглашение, очень приятно. Мы не говорим в другой раз, потому что мы знаем, что в другого раза не будет, я точно знаю, что я этого не хочу делать. У меня сегодня были другие планы. Или это может быть... Спасибо, я вас услышала, я приму к сведению. Ну, возможно, когда-нибудь это и произойдёт. То есть мы не говорим в следующий раз, что чётко в следующий раз. Когда-нибудь, может быть, это произойдёт. Может, но не точно. Ваша задача отвечать не конкретно, никогда, а размытое не точно. И не делать то, чего вы не хотите, отставить свою личную границу. Всё просто. И год времени. Примерно. Может быть, меньше, скорее всего. Время больше года растянется, если вы будете где-то уступать, не будете явно отстаивать границы личные. Тогда вам подойдётся больше времени, эта история вся растянется. А вообще, всю эту историю про манипуляции лучше мониторить заранее. Когда вы только встречаетесь с турком, это сразу всё видно, девочки, на всех этапах вашего, даже интернетного общения. Когда вы слышите у него фразы, ой, надо съездить, помочь родителям, а без меня не справиться, а мы вот вместе, я должен помочь. Я вот это делаю, он говорит, и я не хочу, но надо для родителей, или надо для сестры, или для брата, или ещё для кого-то и так далее. Для вас эти звоночки, что у вас могут быть в итоге проблемы, они точно будут. Родственники просто так не перестанут, не поменяют своё поведение с вашим появлением в жизни этого мужчины. Они либо вас попытаются под себя подмять, выходя с вами на конфликты разговора, подвергая своей манипуляции в том числе, или усилят своё давление через вашего мужчину, который в свою очередь придёт на ваши границы и тоже будет вас в это вовлекать. Ваша задача — отстоять свои границы, и всё будет окей, нормально. Со временем, если всё отстоите, устаканится, ваш мужчина, ваш муж уже в будущем, да, будет видеть, что можно по-другому, вы для него будете примером личных границ, поверьте, нужны будут годы, но он тоже научится говорить «нет» и перестанет подвергаться манипуляциям. Мы все меняемся, особенно рядом с тем, кто, с людьми, которые рядом с нами, особенно с мужьями, жёнами и так далее, поверьте. Нужно просто время, всё ещё изменится и в вашу сторону. Если есть вопросы, задавайте, конечно же, я в инфобоксе под видео оставляю свою почту. Если вам нужна моя психологическая консультация, пишите тему письма «Консультация». Мы с вами встретимся в скайпе, всё обсудим. А если есть вопросы, задавайте под видео в комментариях, ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо за внимание, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!